Всем привет, ребята! И посмотрите, кого мне подарили. Это вот такая вот улитка. Мы, правда, не знаем, девочка это или мальчик. Знаем, что это улитка Ахатина. И всё. Да. Имя мы ещё не придумали. Но я пока что как-то придумала такое имя. Я её пока что называю Мута Кокуритой. Да, Кокуритой когда-то была улиткой, и звали её Мута. Ярослава тоже захотела так её назвать. Мне так понравилось это имя. Смотрите, улитку нам подарили. Но нам теперь нужно сделать и условия для жизни. Мы сегодня пошли с Ярославой в зоомагазин. Спросили, что нужно для улитки. Нам сказали, нужно взять вот такой вот наполнитель для улиток. Также мы знаем, что улиткам нужен кальций. Сегодня мы купили вот такие вот штучки. Я правда забыла, как они правильно называются. Кто помнит, напишите в комментариях. Это дают и попугаям, и улиткам. Также нашей улитке нужно будет купить обычный школьный мел. Тётя сказала, что вот они съедают быстро, но она вообще не съела. Она может даже и не дотронулась, потому что ей, наверное, не хватает места. Ей, наверное, тут плохо жить. Поэтому мы переселяем её в клетку для хомячка. Да, мы решили сделать ей вот такой вот домик. У нас была клетка для хомяка. Сейчас вот это вот будет её почва. Сюда мы положим этот разрыхлитель. Вот здесь будет жить наша улитка. Мы её будем закрывать, чтобы она никуда не убежала. Я думаю, она будет свободно ползать по этой клетке, если ей будет хотеться. Но дышать ей будет чем. Нам, в общем, нужно сделать ей землю, вот эту специальную, и потом поставить корм, запустить туда улитку. Ой, тяжело открывать. Давай я открою. Ну, смотрите, мне сказали, что этот наполнитель, он разбухает в разы. Это инструкция. Инструкция, но только не наружка. Всё, мы уже отломали кусочек, и сейчас его будем заливать водой. Да, кусочек взяли, потому что всего того было очень много. Оно должно очень сильно набухнуть. Давай, Ярославочка, поливай, будем смотреть. Но, правда, понадобится время. Может быть, даже где-то часик, пока оно всё растворится. Да нет, смотрите, моментально подымается. Ты видела, Ярослава? Ты льёшь, а оно прям набухает. Давай ещё, это мало водички. И сказали, что эта земля, ну, почва для улитки должна быть постоянно влажной. Раз в три дня нужно её поливать, сбрызгивать. Ребята, на самом деле, как правильно ухаживать за этой улиткой, мы не знаем. Поэтому, у кого есть улитки, напишите нам в комментариях, что нам нужно с ней делать. Мы знаем, что её за панцирь нельзя отрывать, потому что если дёрнешь ей панцирь, то она может умереть. Ярослава хочет её достать и поближе вам показать, какая она большая. Давай, пока будет наша почва готовиться, познакомь, ребят, с улиточкой. Мута, 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 мута. Смотрите, какая она прикольная, как она шевелит своими рожками. Смотрите, как она куда-то поползла. Ярослава её грустила на стол, и она сразу начала ползать. Её теперь хорошо можно рассмотреть. Посмотрите, как она плавно ползёт и по чуть-чуть поднимает кончики свои. И как у неё шевелится панцирь. Да, шевелится. Ты заметила? Да. И вот, у неё ещё вот тут беленькая, вот тут, беленькая, вот тут такой раскрасный, красивенький. Красивая большая улитка. Но говорят, что она ещё может вырасти намного больше. Вот такая вот может вырасти. Может. А ещё, знаете, ребята, что мы заметили? Вот у нас, у нашей улитки вот здесь вот, кстати, давайте я вам покажу. Её повернём аккуратненько. Вот, у неё здесь лопнул её панцирь. Нету вот кусочка. Мы не знаем, так это и должно быть, или это что-то с ней не так. У кого была улитка, ну, с шевелом. Да, может быть, она болеет. Ей чего-то не хватает. На самом деле, по-честному, не знаем, что с ней такое. Ярослава уже распереживалась, что всё, она заболела. Гладишь её, да? Гладишься. 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 Смотри, какой раскрас. Гладенька такая. Смотри, как она сразу у рожки прячет. Да, да. И она запугает руку, чтобы она... Такое ощущение, что вообще кусочка нет. Гладь, гладь. Оп, шевелит. Она так понимает, что это не приятно. Она, наверное, любит, когда её вот так вот гладишь, да? Глади, глади. Палзёрт. Гладенька притронулась на мои руки. Всё, приготовила я её эту кокосовую стружку. Этого кусочка оказалось даже много. Посмотрите, какая получилась. Она рыхлая, влажная. С такими вот волосинками какими-то, как трава здесь. Ну, это специальная, нужна такая почва нашей улитки. Всё готово. Теперь мы её сюда можем пустить. Потом поставить ей водичку и дать корм. Да. А когда будем вытаскивать, мы её будем сначала мыть. Да, если захочет Ярослава с ней поиграться, мы её покупаем. Она, кстати, очень любит купаться под краном. Да, любит. Так мы чуть-чуть водичку открываем, льём ей на панцирь, и она балдеет. Садись её. Ой, сейчас я её надо аккуратненько, чтобы она... Я же за панцирь её не беру. Не беру. Ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап. Всё. Садись, я думаю, ей должно понравиться. Сейчас. Она смотрит, она сейчас рассматривает всё. Так, ложим ей вот этот вот специальный мел, кальций. Теперь мы ей приготовили яблочко, морковочку и капусточку. Давай. Завтра Ярослава пойдём с тобой в магазин, купим свежий огурчик, помидорчик. И будем смотреть, что она больше всего любит. Смотри, по-моему, мне тут нравится. Я тоже думаю, что ей нравится. Посмотрите, как она ползает сразу. Ей нужна влага. Каждые три дня нужно будет взбрызгивать вот эту вот землю, чтобы она влажная была. Ну, водичку так побрызгать. Поняла. А также мы сделали вот такую вот баночку и поставим ей сейчас водички. Мы не сделали, мы это от спиннера, от коробки. Ну да, с коробки спиннера, да, будет у нас. Срезали всё. Я думаю. Давай вот так поставим. Смотри, смотри, смотри. Смотри, мне понравилось. Класс. Я тоже думаю, что ей здесь понравится. Ребята, не знаю, может быть, мы неправильно что-то сделали. Подскажите нам, пожалуйста, если что-то не так, как ей нужно обращаться. Кусть кушает. А вот, кстати, она у нас уже два дня. И, в общем, мы ей давали там и капусту, и тоже терли на терочку морковь, и яблочко. И я не пойму, мне кажется, что она ничего не ест. Как понять, кушает она или не кушает? Яблочко ползёт. Кусть сейчас будет есть. Кусть к морковке. Кусть к морковке. Кусть к морковке. Давай я вот так вот разверну, чтобы посмотреть на её лицо, что она вытворяет. Я тоже думаю, я росла, что ей здесь очень нравится. Да, и слизь оставляет. Видно? Видно, да. Слизь оставляет. И она просто лопила, слизь оставляла. Здравствуйте. Она такая, как кланяется. Вот, она прилезла к этому кальцию. Должна, хочет от него есть, что ли? Ну да. Я не знаю, как она его лижет, то ли грызет. Непонятно мне. В общем, нужно почитать за этих улиток. Ты хочешь ее уже накрыть? Да. Давай только подожди аккуратно, потому что вот у нее рожки. Понятно. Ей нравится. Лапочка. Ляпочка. Еще ее можно носить, как на перевеноске. Да, мама? Теперь у нас в клетке живет не хомячок, а улиточка. Да. Тут ее открывается, можно ее тут вытащить. Я могу показать. Вот, и как раз будет хорошо ее вытаскивать, потому что у нее тут, она не прилипнет и никуда, потому что она в земле. И можно ее отмыть хорошо, и она хорошо купается, не вылазит, не дрыкается. Курти, хорошая улитка. У нас попалась. У-у-у, блеска. У-у-у-у, блеска. У-у-у-у-у, блеска. Вот такая теперь будет жить у меня улиточка. Всем пока. Подписывайтесь на канал и палец вверх. Пока-пока. Ти-и-и-и-и.